Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле. Правда, вместо доски противник играет на умах и сердцах по всей планете. Но суть та же. Расстановка шести сил. Красный лев, желтый дракон, зеленый конь, голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. Семь цветов у радуги, семь нот в музыке, семь основных чакр у человека. Все наше тело питается энергией. Человек взаимодействует, обменивается энергией, информацией с тонким планом, с окружающей средой, с помощью собственной тонкой энергетической структуры. Спереди у человека, на расстоянии 2-3 сантиметра от позвоночника, находятся плюсовые чакральные структуры, по которым протекает жизненная энергия. Сзади вдоль позвоночника находятся минусовые чакральные структуры. Каждая чакра уникальна. Она имеет свой цвет, звук и отвечает за определенные функции. Красная корневая чакра Исток Муладхара Отвечает за выживание Звук Лам Оранжевая сакральная чакра Зарод Сватхистана Отвечает за желание, удовольствие, сексуальность Звук Вам Желтая чакра Живот Манипура Отвечает за волю Звук Рам Зеленая сердечная чакра Ярло Анахата Отвечает за любовь, сопереживание Звук Ям Голубая горловая чакра Устье Вишупха Отвечает за общение, творчество Звук Хам Синяя чакра Око Аджна Отвечает за интуицию, открывается третий глаз Звук Аум Фиолетовая коронная чакра Родник Сахасрара Отвечает за духовный потенциал, прозрение, доверие вселенной Звук Ом И наш фиолетовый медведь Чакры открываются постепенно Начиная с самой нижней В течение созревания человека Энергия наших, либо чужих эмоций и мыслей Может бить по чакрам, по тонким телам и повреждать их От качества энергии, проходящей через человека, зависит его здоровье Если энергетический центр смещен или заблокирован, нарушается правильная циркуляция жизненной энергии Энергия не поступает в нужный центр, а значит не доходит до органов, которые она предназначена наполнять и питать Понять это крайне важно для того, чтобы осознать связь между болезнями и вашими мыслями и эмоциями, которые представляют собой различные энергетические вибрации Эти энергетические вибрации разной плотности и силы воздействуют на ваше тело, приводя его к болезням или уводя от них Взять, к примеру, негативные мысли или эмоции гнева и злости Когда человек проявляет их, он вырабатывает низкие по плотности энергии, которые питают структуру тонкого тела Грубая энергия заполняет каналы и чакры, загрязняя структуры тонкого тела человека и блокируя их пробками, что и вызывает болезни Негативная энергия – первопричина болезни А где же оранжевая сакральная чакра за рот Сватхистана? А вот куда ее затолкали Красный лев Желтый дракон Зеленый конь Голубая волчица Синий орел И наш фиолетовый медведь И оранжевая свинья, которая уже вне игры Оранжевый дирижер запретил оранжевый абрикос И заблокировал оранжевую чакру, манипулируя нашими желаниями Но большинство-то живет умом и животом И противник умело пользуется этим А мы, в свою очередь, постепенно превратились в оранжевых свиней И не про то ли освинение, говорит Архал В мирное время мы живем, спим, все в норку тащим Главное, перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиней А лечится освинение только войной Когда она приходит, все расцветает Живо вспоминаем, кто мы и зачем И снова начинаем слышать волю неба Каждая сила по очереди совершает три хода Задающий, определяющий и завершающий Побеждает то одна сила, то другая Победитель на время получает благоденствие Проигравший также на время погружается в разрушение И так партия за партией Одни силы объединяются против других Каждый раз в новом составе Время от барабана войны Визжат революции И все на этой доске Управляет игрой незримый дирижер Кажется, я понимаю Это называется информационная война? Не совсем так Любая война всегда и только информационная Но война на умах и сердцах невидима Поэтому стреляют пушки, свистят пули Чтобы люди точно знали, что идет война На самом деле оружие в войне вовсе не нужно Сражения идут при помощи смыслов А народы умело стравливаются И игра идет Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме Что происходит на самом деле Предугадывать ходы противника И выстраивать свою игру правильно Я буду играть за медведя? Ну, надеюсь Если не соблазнят иные За последней партией Медведь растерял все, что можно За стол садить некого Не то что сражаться Кругом одни менеджеры Да аналитики Медведь растерял все, что можно Медведь растерял все, что нужно Витязь Что? Он давно здесь сидит Окаменел Не помнит, куда идти И за что сражаться Что это? Камень выбора Три идеологии Налево наша Там все общее Но твоего нет ничего Направо их Все спорят У кого кровь вкусней Да нос ровней Прямо Мое Там каждый сидит За личным забором И кричит, что Свободнее всех Теперь он спит Никуда не идет Называет это Патриотизмом И думает, что это Долго протянет Витязя постоянно Уводят в разные стороны Лишь бы правильный путь Не заметил И сходил всюду Чуть не погиб Всего истерзали Мечты нет Внизу никто не знает Куда идти Все ждут А вось вихри Враждебные стив А вось пронесет Не пронесет Сидеть на месте Верная гибель Наши дураки Рвут глотки Доказывая Какая западня лучше И никто не видит Что кроме Влево Вправо Прямо От камня Есть еще два пути Вниз И вверх Но это уже Вось мировоззрений А не идеолог Противник ушел вниз И потащил за собой Идти вниз Комфортно и сытно Почти все туда рванули У нас же Только одна дорога Через камень Вверх По тонкому канату Пока этого пути Никто не видит Небо заставит Даже высоколобых умников Увидеть и понять Куда идти Путь духовного просветления Проходит по центральному каналу Через все чакры И уходит вверх До бесконечности В разных учениях Он называется Срединым Или золотым путем Духовного просветления Необходимо Привести состояние Собственных Энергетических структур В состояние Подобно чистой воде Очищение Подразумевает Освобождение От эмоциональной боли Заблуждений Привязанности Привязанности Иллюзий Воздействия Эгрегориальных Паразитирующих структур В этом и заключается Процесс просветления И это единственно Правильный путь У нас только одна дорога Через камень Вверх По тонкому канату Пока этого пути Никто не видит Небо заставит Даже высоколобых умников Увидеть и понять Куда идти Да И подносить свои извинения Не собираюсь За то Что возможно Задел чувства верующих Поставив неверное ударение В индуистских названиях Славянских чар И в славянских названиях Тоже мог поставить Неверное ударение Мне Зодчи сегодня ответил Ну Ему еще раз спросил Но вернее написал Что Я понял Что вопрос был неуместен И Дмитрий Зодчи Не для того Создавал замысел Чтобы потом разжевывать Что он имел ввиду И он потом отвечает Через какое-то время Да не совсем Типа так Просто занятость Ну и я посмотрел Этот Последнюю песню Этот клип Рисуем Да Ну и в конце Короче читаю Монтаж Дмитрий Зодчи Потом понимаю Что он его монтировал Сам этот клип Так же Как и замысел Ну и говорят же Там еще есть В комментариях Что Не мог один человек Короче И монтаж И композитор И режиссер Короче Ну типа нереально Так вот реально Я же один делаю И он тоже Один Делал Тем более Он монтаж Два года Два года делал Вообще Запросто Можно Потом этот фильм Короче Оказывается Там одно интервью Есть Но не интервью А ответ на вопрос Того Кто снимал Снимался этот фильм На фотокамеру На фотокамеру Ну и там еще Тоже пишут Да это нормально Типа вещи Сейчас фотокамеры Нормально Вообще Можно снимать Просто фотокамеры Какой-то там Кэном И не нужна Никакая Профессиональная Камера Я короче Что не сплю То я делаю Еще одну Часть Множку Туда делаю Такие дела